Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и мы продолжаем выживать с Пафноутем в Stranded Alien Dawn из последней серии. На нас тут напали и горьки в количестве очень большом, не помню точно в каком, но немножечко я скипнул это дело, пока они тут тусили возле нашего жилища. Я часть зерна переработал сначала в жидкое топливо, вернее сначала в масло, затем в жидкое топливо, сейчас Пафнутий отдыхает, кстати самое время проснуться и покушать, а затем Пафнутий мы с тобой сварим кофе и наконец-то посмотрим, какой буст оно дает. Давай. Нету топлива? Блин, серьезно? Ну тогда начинай колоть дрова. Подожди, у нас что, где-то остался факел? У нас здесь остался факел. Сноси его быстрее, дружище. И кипяти кофе. Кофе пошло. Ох, кофе пошло, как хорошо. Давай управляй горными. Собирать урожай не нужно. Приберись вот дома, тут сплавы металла у нас с тобой валяются. Почему ты не можешь их перенести? Потому что они, блин, под опорой лэпси... Не надо, не надо отмена. Ну, допустим, ты перенесешь опору лэп куда-нибудь вот сюда. Так, теперь ты можешь перенести эти сплавы? Да, можешь. И жидкое топливо заодно перенеси. А также, смотри, тут еще есть дерево. И сладкий сироп. Хорош, Паша. Блин, уже 19 часов, если честно, пить кофе. Ну, такое себе. На ночь пить кофе. Плохая идея. Давай тогда подготовим некоторое количество палок до отбоя. И начнем с тобой. Сон. Вернее, не начнем сон, а ляжем спать, отдохнем, пополним силы. Потому как на эту серию план у нас просто бешеный. Оооо! Мы не успеваем собрать зерно! Урожай потерян! Блин, хорошо, что я хотя бы чуть-чуть собрал зерна. Немножко топлива пополнили. И теперь у нас есть кофе. Отлично. Ложись спать. Факел снесли. И освещение, в принципе, намного меньше не стало. Нормальное освещение вполне себе. Сегодня мы с вами должны кровь из носу, как говорится, поставить фундаменты хотя бы для нашего сарая, для нашего хранилища. Также нам нужно произвести как минимум одно процессорное ядро. Мне очень интересно попытать удачи в обломках космического корабля. Возможно, стоит сходить и туда. Но все, собирать урожай здесь уже поздно, к сожалению. И время 6 утра. А, просыпайся, ты хочешь посидеть? Да? А может быть ты перенесешь кофе или ты выпьешь его? Куда ты пошел? Играть на барабанах? Нет, смотри, тут есть кофе. Ну-ка. И это наша первая чашка кофе. Интересно, какой же будет бонус сейчас? Наслаждался напитком, плюс 15 и баф кофеин. Давайте глянем. Ну-ка, куда это надо смотреть? Что, нужно обновить, что ли? Страницу, так сказать. Сознание 103%. Способность выполнять умственные задачи при нуле. Выживший теряет сознание и остается беззащитным. Это понятно? Дает нам плюс 3. К движению также плюс 3. И к работе всего плюс 3. Эх, блин. Кофе-то, оказывается, не такой уж и полезный. Ну, управляй горными, что сказать. 125 кирпичей маловато, конечно, но сколько есть? Будем в этой серии... Ой, не надо, подожди. Вот это на стоп ставь. Пойдем выйдем с тобой. На задний дворик, как говорится. А ты еще покушать хочешь? Ты же сытый у меня. А нет, не сытый. А на сколько... На какой период времени нам... Наслаждался напитком на 13 часов, а кофеин... Тут не написано, на сколько часов. К сожалению. Очень жаль, очень жаль. Так, по Фнутию еще и жарко становится. Слушай, а с чего мы с тобой начнем? А давай прям с утра попытаем удачи в разборке космических кораблей. Возможно, нам дропнутся процессорные ядра, и нам не придется тратить драгоценных 12 часов. Блин, какой же долгий процесс. Но если честно, я надеялся на то, что... Кофе даст, ну, хотя бы плюс 10, там, плюс 7, а не плюс 3. И это сильно заметно ускорит нашу работу с Пафнутием. Но, видите ли... Слабовато кофе, слабовато. А еще тут может молния в нас ударить. Мы же совсем далеко от своего громоотвода. Жалко, конечно, но... Блин! Я забыл! А мы разбирали... А, да, мы уже давно разобрали. Блин, силовая ячейка. Нет доступного хранилища для нее. Ам-прам-пам-пам-пам-пам. Ну, давайте вот... Сюда силовую ячейку разместим. Время 20 часов. Неси давай это все дело домой. Одну штучку, блин. Всего одну. Жалко. Маловато будет. А, ну все, дошел. Эх, удар молнии. Флэшбек из первой серии, блин. Плюс 30 болей, минус 100 к сознанию. Хорошо, что нападение прошло совсем и совсем недавно. Пока пафнуть и валяется, что мы с вами можем? Чай не созрел. Ткань нам не нужна. Сено пригодилось бы. А ты поковылял домой? А что ты силовую ячейку-то не забрал? Нерасслабленный. Да, сейчас ляжешь, отдохнешь. А вот и новая пачка летающих недоразумений. Подожди, Пафнути. Сносим заново. На всякий случай. Теперь переносим силовую ячейку. Включай турели. И ложись куда? Правильно. Спать. Канун Нового Года еще один год прошел. Уже? Обалдеть. Конечно, в 11 часов соберешься, если нападения в это время не будет. Ты бы вот, дружище, лег бы отдохнул. А, ты нерасслабленный. У тебя есть проблемы с этим. Ну давай, поиграй на барабанах. А сейчас 6 часов утра. Так самое время кофейку выпить. Не, не находишь? Выпей кофе. Включи паяльный верстак. А, нет. Давай, пей кофе. Паяльный верстак не надо включать. Турели работают. Первые минусы пошли. 50. Уже 50. Хорошо. Уже 30. А ты куда убежал-то? Ты что, дурачок, что ли? Я на тебя что-то и не смотрел. Слушай, отозвать, иди. Ты кофе выпил уже, правильно понял? Ты не выпил кофе? А чё ты кофе-то не выпил? Оно ещё и кончился, кофе. Нет, не кончился? Почему ты его не хочешь перенести? Тут же есть... Ну да, всё тут хватает места для кофе. Ну ты пафнути, конечно. Занятный парень. Давай, включай паяльный верстак. Всё? Так быстро мы разобрались с... Летунами? Ой, токсичный пепел как раз. Не надо ничего чинить. Я же тебе сказал, что тебе нужно делать, дружище. Смотри, собираешь? Процессорное ядро. Прямо сейчас. Ничего себе, ты нёс 39? А ну-ка. А мы не можем чинить турели в тот момент, как они стреляют. Окей. Вырубай переключатель питания. Починим мы всё это дело потом. Собирай процессорное ядро. Лишний раз на токсичном пепле лучше не находиться. Текс, экс, брекс, фекс. Что у нас тут? 196 из двух, 150. 11. Плюс 20. Плюс 26. Плюс 13. Плюс 11. Сгнило 298. В смысле, следующие ресурсы сгнили. О-о-о-о! Они слишком долго лежали на... Не под крышей. Тепловой удар. Ой, извини, пожалуйста. Снимай пальто. Дома слишком жарко. Чинить турель не нужно. Продолжай собирать процессорное ядро. Теперь у тебя теплостойкость ниже 27. В принципе, температура внутри ниже 27. Нормально, держимся. Так, ребятки, ну кажется, нам нужна еще одна турель. Ну как одна? 20. Одна. Вот и канун Нового Года начался. А ну-ка, как мне тебя призвать отозвать? Празднование Нового Года. Получай плюсик к настроению, Пафнутий. Острая боль и отдышка. И ты аж хромать начал, дружище. А почему? Боль средняя, легкая. Короче, токсичный пепел с тяжелой астмой. После удара молнии это прям не твое. Мда. И батарея разряжается, кстати, довольно быстро. Потребление у нее 14. Почему так? А при токсичном пепле не работает ветряная турбина. Она включена, но производит ноль, потому что, видимо, в токсичный пепел она не крутится. Логика такая? Или как это понять? Ну ладно, садись кушай. Блин, а как мы теперь с тобой выйдем-то? У нас всего 70 единиц сена с тобой. Ну ладно, разберемся. Выйдем как-нибудь. Токсичный пепел кончится и выйдем. Не хочешь ли ты с утреца выпить чашечку кофе? Чинить турель. Не надо чинить турель. Пей кофе. И давай закончим с процессорным ядром, хотя бы с одним. А можем ли мы разобрать силовую ячейку? Прошу прощения, а мы еще и можем разобрать силовую ячейку. Она нам сейчас ни к чему, но зато у нас появится два процессорных ядра и 30 единиц металлолома. Шикарно. И наконец-то повышение уровня ремесла до 8. Теперь мы еще быстрее. Разобрать предметы. Давай посмотрим, где ты их будешь разбирать. Просто сиди на полу, пафнутий. Да ты, блин, чертов гений. Чтобы собрать силовую ячейку, тебе нужен там металлолом. Ой, металлолом, говорю. Паяльный верстак. Все это электроника там туда-сюда. А чтобы разобрать, нужно просто сесть на пол. Да ты серьезно, что ли, дружище? Прям так вот это работает. Ну ладно. Токсичный пепел продолжается, к сожалению. И я не хочу выгонять тебя на улицу. Потому как со здоровьем у тебя прям, ну так себе. Можешь ли ты лечить себя? Нет, к сожалению, сейчас ты этого делать не можешь. Можешь ли ты изготовить некоторое количество электроники? Да, можешь, аж 4 штучки. Но этого слишком мало. Давай попробуем тогда с тобой включить улучшенный научный стол. И посмотрим, что у нас есть во вкладке исследования. Что однозначно стоит нашего с тобой внимания. А давай-ка, пафнутий, изучим с тобой дальние путешествия. Путешествия. До вечера ты, конечно, вряд ли успеешь. Давай-ка глянем на скорость твоих исследований. 7%. Возможно, лучшим выбором было бы коротенькое исследование солнечных панелей. Но вроде и дальние путешествия на 12 часов, которые в максимальном своем варианте изучаются, тоже идет вполне себе неплохо. Блин, и сколько эта вся фигня теперь будет исчезать? Ну, по нашему опыту с вами, ребятки, раздутые насекомые из Макдака и летуны довольно быстро рассасываются, как и тараканы. Дольше всех у нас держатся богомолы. Куда ты пошел-то чинить турель? Изучай дальние путешествия. Не надо ходить вон по токсичному пеплу. Уже получил умеренную боль и травмы. А ну-ка. А где пишутся травмы от... Умеренная боль? Вот она. В проблемах пишется. Понятно. Но тебе уже совсем скоро нужно будет ложиться отдыхать. И перед сном поесть бы, блин, Паша, да, поесть бы. Но сейчас вот как раз ты исследуешь все это дело. Перекусишь, наверное, утром. Выключай улучшенный научный стол. Молодец. И иди спать. Расслабишься, покушаешь с утра. А вот как бы мне сейчас вот... Да, выход наружу у нас с тобой проблемный какой-то получается. Крушение обломков космического корабля. Вдалеке разбился большой горящий объект. Определенно кусок космического корабля. Что-то странное было в его форме. Наверное, это что-то ценное. Пафнутий, нам нужно с тобой обязательно туда сходить. Но для начала... Для начала. Давай-ка посмотрим... Блин, токсичный пепел. Так не хочется выгонять тебя на улицу, дружище. Так мне тебя, блин, жалко. Ну и кушать нам с тобой будет нечего. Эх, Пафнутий. Время-то 10 часов. Попробуй включить улучшенный научный стол. Еще раз. И давай, наверное, все-таки в графе исследования выберем солнечные панели. Улучшим твой интеллект этим скромным изучением. Давай. В 10 часов он начал. Сейчас 15. И он закончил. И мы исследовали солнечные панели. Давайте зайдем во вкладку электричества и посмотрим... О-о-о-о-о... Но это же вполне себе неплохой вариант. Слушай, Пафнутий, включай паяльный верстак. Пока идет токсичный пепел, ты сможешь собрать... Сколько там нам нужно? Две электроники? Блин, они всего 20 производят. Но, если честно, почему бы и нет? Сделай-ка две штучки. Как же много места занимает эта солнечная панель. Успеет ли он, интересно? Ну-ка, в токсичный пепел солнечные батареи дают меньше энергии. Но хотя бы дают. Потому что вот эта штука вообще не крутится. Хватит ли нам энергии? У нас осталось 190. А мы потребляем целых 14. Возможно, в будущем стоит заморочиться с переключателями света, чтобы отключать, допустим, сарай и часть квартиры. А возможно, даже стоит заморочиться и поставить датчики, чтобы свет включался только днем. Интересно, мы можем так сделать? А ну-ка. Исследование датчики. Налейте немного термореактивной жидкости в стеклянный цилиндр, и у вас будет термометр. Подключите к нему микропроцессор, и у вас будет датчик термостата, способный запускать интеллектуальные устройства в своей сети при заданной температуре. Инфракрасная камера, установленная на вращающемся пилоне, это все, что нужно спроектировать, чтобы иметь датчик движения на 360 градусов. Блин, я хочу датчик движения, чтобы он включал свет только тогда, когда я дома. Че ты чинишь турель? Да вырубай, наверное. Да и ладно, собирай электронику уже, черт с ним. Ух ты, здорово! Снова гости? Блин, мы даже поговорить с тобой не успели, куда ты упорхнул-то? Уже скоро новое нападение, я так за едой и не вышел. И турели так и не починил. А вот, собственно, и оно. Маленькие шипохвосты. Негодяи, злодеи. Слишком рано я переделал все зерно. Ну ладно. Получается как? Получается, что я смогу сделать-то? У меня есть 30 единиц зерна для быстрых рецептов зерновой каши. Мне нужно по 10 единиц зерна на 2 порции пищи. В принципе, держимся, да, пафнуйте. В принципе, нормально. Ты что, упал без сознания? Я это проморгал? Прости, дружище. Блин, я искренне не хотел тебя доводить до такого состояния. Отдых. Как же все просело, блин. Ну, они сюда не пройдут, да. Ну и, собственно, нападение началось. Опять эта шустрая, прошу прощения, толпа Игорьков пошла. Ну, когда я читал эти всякие родмапы, патчноуты, форумы и так далее, там в обсуждениях говорилось, что цветовая гамма еще больше повышена. Но, видимо, это шипохвостых маленьких насекомых не касается, потому что они двух видов всего. Серенькие какие-то вот такие. Ближе к черному и красненькие. Других нет. Весь цвет, видимо, ушел. Все краски на богомолов и тараканах. Дальше гуашь у разработчиков закончилась и, в принципе, все. Осталось только черное, да? Так, ой, ребята, так может вы съедите вот эту всю фигню? Она мне мешает, я вам честно скажу. Приятного аппетита, я не буду расстроен, если вы ее скушаете. Давайте, вперед. Вот это мне не должно помешать при стройке следующих фундаментов. Ну все, шикарно, вот и договорились. Меня трогать не надо, трогайте раздутых насекомых. Хе, отлично. А-а-а, я разрядил батарею, и у меня дома отключили свет. Пафнутий, не надо выходить в токсичный пепел никуда. Иди поиграй. Иди вообще спать. У тебя отдыха 29%. Всего на 32% ты не доделал еще одну порцию электроники. Блин, жалко. Могли бы сейчас где-нибудь тут придумать фундаменты и воткнуть. Эх, ладно. Ой, подожди, так... Блин, нет топлива, чтобы заправить, нет ничего. Ну иди ешь зерно тогда, я не знаю. Опа, нифига себе, вы уже съели? Все, что здесь валялось. Ничего себе. Токсичный пепел пропал, как раз тогда, когда я, блин, поел. Слушай, горны, наверное, мы с тобой пока что остановим. Потому как, потому как... Каким дизельным генератором ты хочешь поуправлять? Да блин, там же еще на 15 часов, дружище. Сажать ничего не нужно. Вот теперь можно заняться починкой турелей. И, в принципе, пока эти недоразумения здесь стоят, трутся, можно будет и дров наколоть немножко, заправить камин и горны. Нам с тобой резко необходимо некоторое количество палок. Нужно будет из зерна приготовить зерновую кашу. Ну и копить кирпич, разумеется. Ты прям вот до конца дня хочешь дочинить турель? Ты же не успеешь, пафноучий, ты чего? Тебе пора спать. У тебя отдыха всего 20%. Брось каку. Ну как каку. Турели для нас не кака, но... Брось это занятие. Иди, ложись, отдыхай. Всего 15% на момент трех ночи. Ты же не успеешь восстановиться совсем. Ну да, смотрите. Токсичный пепел кончился. И ветряк у нас заработал. А это что, самые хитрые, которые решили подождать? Или вы просто решили отдохнуть перед дорогой, потому что идти вам вон аж куда? С ума сойти. И не в лом же вам, а. Слушай, пафнутий, время 7. Не хочешь ли ты поиграть на барабане? Совсем чуть-чуть, процентов до 60. Далее выпить чашечку кофе. Так как завтрак, знаете, кстати, довольно вредная привычка с утра завтракать только напитком в виде кофе. Имейте это в виду. И говорят, что полезно, когда ты проснешься, начать свой день со стакана воды. А пафнутий у нас начинает именно с кофе. Ну ой, пафнутий. Ну докторов на этой планете не имеется, поэтому будем лечить тебя, если что, антибиотиками. Так, куда ты это понес? В камин? Хорош. Слушай. А может быть ты сразу... приготовишь зерновую кашу? Хотя зачем? Ну ты совсем голодный, реально, Паш. Ну надо покушать, надо. Давай, быстрые рецепты, зерновая каша. А что у тебя по здоровью? У тебя до сих пор травма от удара молнии. Аж на минус 25 у тебя работа. Обалдеть. Слишком много, вот слишком. Невыносимо жарко? Серьезно? Туши камин, туши. И далее, чинить турели идея, конечно, хорошая, но съешь вот эту порцию зерна, просто потому что она сильно мешает. Далее мы с тобой сейчас вот это кофе пить не сможем. Мы его выпить, да? Зачем? Вечером-то. 17 часов, что ты сможешь? Ты успеешь починить турели, да? И ты еще успеешь построить фундаменты. Фундаменты готовы. Самое время дочинить турели. Сколько тут у нас? Блин, 176. Обалдеть ремонта. Слушай, Паша, нам кажется с тобой еще придется сделать склеечку и сходить куда-нибудь. Здесь я поблизости собрал. Вот здесь есть 4 кусочка. Ну, в принципе... Блин, смотрите, обалдеть, сколько его тут... Ну, блин, далеко, конечно. Физподготовку надо качать, Пафнутий, да? А вот это ты успеешь починить сегодня, нет? Сколько у тебя там отдыха? 23%. Блин, ну ладно, давай, доделаем дело, а потом будем спать смело. Отлично. Все турели готовы. Пафнутий идет спать. Направляю его в кровать ручную, чтобы пробудить его тоже вручную, пускай спит, пока я его не разбужу. Потому что 14% это крайне и крайне мало. Так, за эту серию что мы с вами сделали? Ну, так себе. Мы только починили турели, попробовали на вкус кофе. Солнечные вспышки опять. Блин! Они все чаще и чаще. Паша голодный. Просыпайся, кушай. Ага. А он сам все равно проснулся, потому что у него в графике так стоит. Ну, я не знаю. Покемарь, что ли? До обеда хотя бы. Будучи расслабленным и сытым уже. Давай. А, значит, турели мы починили. Кофе сделали, попробовали. Разочаровались даже. Изучили воздушный шар. И... Где они? Тут у меня лежат солнечные панели. Пора делать перестановку, Паш. Да, пора. Давай-ка мы с тобой. Сейчас 12. Собирай-ка ты урожай гептогонии. Вот здесь вот сок. Это, знаешь ли, очень вкусно, полезно. И готовить не надо. Давай посмотрим. Да, слушайте, а разнообразие пищи-то у него была проблема с разнообразием пищи. Мы вот с вами покушали, переключились с сока, получается, на зерно. И затем на рисовую кашу. Одну порцию мы съели. И он перестал жаловаться на разнообразие. Довольно занимательно. То есть, достаточно просто перейти с сырой пищи на готовую, и проблема рассосется сама собой. Ну, неплохо, чё. Так, пафнуть ей раз, два, так, сто получается у нас единиц должно быть. Всё верно. И этим вечером ты успеешь доделать одну единичку электроники. Тут 32%. Я про это помню. А также нам с тобой стоит сходить за... Чем? За палками. Мне иногда кажется, что мы слишком мало выращиваем палок с вами. Нет? Вам так не кажется? Кажется, мы посреди серии сделаем небольшую склеечку. Давай, пафнутий, собирай электронику. И затем я, наверное, с ребятами тут сделаю склейку, да. А на склейке мы чем займёмся? Мы высадим зерно. Кстати, мы можем часть собрать. 76 всего. Да ну, бросьте это. Слишком мало. Ты собрал электронику? Всё, теперь у нас их две? Да, у нас две электроники и три процессорных ядра. Ой, Паша! Это надо выбросить, не смей это кушать. То есть мы можем начать делать стены сейчас. Да, получается так. Ну, ребятки, давайте, знаете как, я сейчас запись на паузу поставлю. Принесу веток вот здесь, сюда вот домой. Веток из сена. Да, пожалуй, так. И, может быть, даже камня. Хотя, чтобы идти за камнем, нам нужно и этот израсходовать. Потому что, по-моему, в стаке максимум 500. Поэтому давайте сразу разметим каменный пол, какой мы будем делать. Предполагаю, что если это будет у нас спальня, она будет кончаться здесь. Промежуток между зданиями мы с вами сделаем какой? Учитывая то, что здесь рельеф неровный. Давайте сделаем в пять фундаментов. Раз, два, три, четыре, пять. И вот, начиная отсюда, на семь клеток, семь на семь будет четыреста две плитки камня. Нормально. Четыреста две, вернее, единички. Не выговорил камня. Далее. Допустим, вот таких размеров у нас с вами будет сарай. У нас будет одна центральная клетка для прохода между стеллажами. Часть будет в стеллажах. Получается, здесь стеллаж на три клетки. Здесь, здесь и здесь. И, возможно, еще как-то дальше. Блин, нет, нужно продолжить. А сможем ли мы с вами сделать вынос еще фундамента? Насколько сможем, да. Вот настолько. Еще на четыре фундамента. Значит, продлим где-то на три фундамента. Вот так вот. Да. Объясняю, для чего. Мы с вами продлим это все в длину. Далее. Обеспечим конструкции громад вот так вот в центре. И слева, и справа у нас будут с вами опоры лэб, чтобы обеспечить здание электроэнергии. Поэтому пофнутий, просыпайся, ты кофейку как там хлебнул, вообще нет? Ой, ты гуляешь. Давай, выпей кофе. Это тебе поможет в работе. Слабо, но поможет. Почему бы, собственно, и нет. Замечательно. Теперь выходи и начинай раскидывать камень. Строй полы. Дымовые сигналы. Можно увидеть большие клубы дыма, поднимающиеся из одного места. Это может быть инопланетное явление, или более вероятно, человек, размакивающий одеялом над огнем. Блин, интересно, конечно, но... Я планировал это прохождение... Соло полностью. То есть, пофнутий у нас один прилетел, один улетел. И помощники ему никакие, собственно, и не нужны. Часть фундаментов достроена. Самое время перекусить. Сытость, блин, 1%. Нифига себе ты долго держался. Поспим. Распределим вот весь этот камень на эти фундаменты. Достроим их. И я сделаю склеечку. А склеечку-то я, видимо, уже и не сделаю. Пофнутий, включай переключатель питания на всякий случай. У нас тут с тобой небольшое происшествие. Блин, а ты не успеешь. Выкинет уже это... То, что надо выкинуть. И, кстати, вот это можно как-то... Блин, нельзя. Строишь полы. А может быть, ты успеешь построить... Турель. Или не успеешь. Ну-ка, копировать. Попробуй построить лазерную турель. Может быть, получится. Но мне почему-то кажется, что не успеет он это сделать. Да. Слушай. Заходи в дом как можно быстрее, пока тебя не начали оплевывать. О-о-о-о. Чуть-чуть-то попали, да. А, ну это не страшно. Давай посмотрим, что тут у тебя. Кислотный плевок. Нога, рука и голова. Ничего себе. Лечи себя, дружище. Лечи себя. Но почему ты не используешь, интересно мне знать, медицину-то никакую. Разрушено грунтовый пол. Разрушено строение. Три чего? Это кто такой? А это вы досюда доходите? Я не сломал пол? Так, турельки лазерные. Давайте справляйтесь быстрее с летунами. Остальное все внимание на вот это вот шипохвостая. Как так по-доброму-то? Лечение четверка. Вырубай переключатель питания. Лечение на четверку. И далее лечи себя дальше. Ты можешь? А, ты уже и вылечил всего себя прямо? Ну смотрите, докуда они успевают. Блин, а что-то я погорячился с фундаментами, вам не кажется? Давайте-ка, наверное, раз, два. Отменяем. Отменяем. И... Блин, принудительное удаление. Одну турель разрушили? Серьезно? Полностью? Так, вот эти полы не трогай. Их можно удалить, ничего страшного с ними не случится. Кушай и... СОРОК СЕМЬ! Ее почти полностью вынесли. Паша, нам срочно нужны турели. Максимально срочно. Смотри, тут вообще... Ооо, металлопросадка. Пора делать склейку, ребята. А возможно, склейку придется делать и перед началом новой серии. Да блин, нет, не хочу я растягивать. Я хочу построить сарай. Мне нужен, блин, сарай. Мне негде хранить свое добро. Я задолбался экономить место. Так, ПАФНУЧИЙ. Короче, ребята, мы начинаем склейку. Прямо сейчас он у меня высыпается. Я чинюсь. Иду за камнем, за металлом. И возможно еще... А, грядки надо, да, высадить это все. Сначала грядки высажу, а вот еще и поспеет, пока я тут все собираю. И увидимся с вами уже после склейки. Ну что, ребятки, еще один быстрый моментик для вас прошел. А для меня это было прям... Около получаса, даже больше получается. И реального времени мы с ПАФНУТИем нормально так потрудились. В общем, что мы сделали за это время? Мы добыли немножко сена, немножко палок, камня, сплавов металла. Я построил электропечь вторую. Запустил все, что может плавить и обжигать на обжиг кирпичей у нас их теперь. 310, сходил за рудой, пересидел атаку маленьких шипохвостых насекомых. И пока они там тусовались здесь вот возле фундаментов, я достроил каменное вот такое вот основание для нашего будущего сарая. И давайте сразу разметим... А что мы сразу будем размечать? Давайте сразу разметим линию обороны, куда настанет еще одна турель. И это будет, скорее всего, нечто подобное. Давай-ка, ПАФНУТИ, начинай строить грунтовые полы. Затем на перемотке мы посмотрим, как ты возводишь кирпичную комнату. 7 на 6 получается. С металлической дверью. Здесь мы тоже построим комнату. Она у нас будет крафтовая. Надеюсь, нам хватит. 310 у нас есть кирпичей. Да хватит, наверное. Далее выберем во вкладке двери металлическую дверь. Пожалуй, воткнем ее куда-нибудь по центру. И дверной проем также сделаем кирпичный. Ох, какая красота! Ты решил построить стены? Не нужно. Дострой полы. Замечательно. Теперь самое время в 20 сейчас часов. Стены не строить. А ПАФНУТИЙ обжечь еще порцию кирпичей. Кирпичей нужно много. Плюс 20. Ох, какой момент хороший. Подожди, запусти еще следующую порцию. И давай на перемоточке уже посмотрим, как ты все это дело возводишь. Так, отлично. Складская зона у нас готова. Давайте попробуем сразу разместить крафтовую зону. И нам не хватает буквально 40 кирпичей. Ну ладно, Павлик, управляй горном. Мы сейчас эту нехватку кирпичей с тобой быстренько исправим. Кушай, садись. Приятного аппетита. А пока кирпичи плавятся, давай-ка разместим в этом помещении светильники. Значит, у нас помещение получается 7 на 6. Соответственно, раз светильник. Два светильник. А зачем нам 4 светильника на складе? Слишком расточительно. Давайте возьмем и по центру бахнем здесь 2 светильника. Мне кажется, вполне себе тут хватит освещения. Построй два потолочных светильника и сейчас посмотрим, хватает ли. Ой, да вполне себе. Вполне себе. Что ты переносишь и куда ты переносишь? Ага, это все горный и горный. Давайте разместим из камня напольное покрытие сразу. Это будет каменная брусчатка. Да, самое то для склада. Я, кстати, еще сразу воспользовался случаем и на склейке заменил фундамент центрального прохода нашего, нашей тропинки к берегу. Ох ты, стройка до восьми. Блин, забыл сказать. У нас же и физподготовка до восьмого уровня прокачалась, пока я тут железок лупал. Представляете себе? Да, вот так вот. Превосходно. Напольное покрытие в складской зоне имеется. Самое время отдохнуть. И пока Паша отдыхает, мы с вами разместим здесь хранилища. И какими одним будут? Давайте сначала разместим склады. Для этого зайдем на любой имеющийся склад и посмотрим, какое количество строительных материалов у нас имеется и сколько из них нам нужно хранить. Итого семь видов строительных материалов плюс бетон, плюс карбон. Соответственно, нам нужно будет как минимум девять складов. Давайте. Или складов, как правильно, извините. Понятия не имею. Раз, два, три. Раз, два, три. Это шесть. Ну и, пожалуй... Блин, как криво-то получается, а? Давайте вот так разместим. Один будет у нас в запасике. Далее. На противоположной стороне нашего сарая мы разместим с вами деревянные стеллажи для самых разных ресурсов. Для этого... Блин, я их потерял. Ага, вот они. Как бы нам так с вами поудобнее разместить? Раз. И два. Вот это склад, я понимаю, склад. Теперь по-человечески можно будет хранить большое количество ресурсов. Подожди, Паша. Прежде чем строить стеллажи, обожги еще некоторое количество кирпичей. А то у нас реально жесткая нехватка по кирпичам. А нам нужно с тобой за сегодня закончить этот чудесный сарай. Подожди, обожги кирпичи. Ты чего? Блин, я не нажал что ли левой кнопкой мыши, а? Так, оба горна должны задыметь. Все верно. Давай, начинай строить стеллажи. А мы пока с ребятками посмотрим фильтры наших складов. Я тут все сейчас им покажу и расскажу. Значит, смотрите, у нас в теории 9 строительных материалов. И каждого нам нужно по максимуму. Впоследствии дублировать ячейки. Я имею ввиду, что два склада с сеном впоследствии в будущем нам вряд ли понадобится. Ровно так же, как и два склада с металлоломом или два склада с... С сплавами металла. Если что, мы вынесем эти склады куда-нибудь наружу. Возможно, мы вынесем наружу камень тут где-нибудь разместим. В общем, не важно. Сейчас смысл в том, чтобы сарай аккумулировал себе все виды ресурсов, кроме медицины и еды. Поэтому, начиная со складов, смотрите. Первая ячейка у нас будет... Отменяем все и выбираем здесь... Копировать ограничения, ставим древесину. Выбираем следующую ячейку. Вставить ограничения и вместо древесины выбираем, ну, допустим, сено. Хотя сено лучше, чтобы лежало поближе, поэтому здесь будет камень. В крайней ячейке отменяем все и выбираем металлолом. Древесина, камень, металлолом. Здесь у нас будет лежать кирпич, палки. Хотя палки, наверное, лучше с краю. А вот здесь мы разместим сплавы металла. Кирпич, сплавы металла. Палки. И что мы с вами еще не разместили-то? Что-то я проморгал. И где-нибудь вот здесь вот давайте разместим сено. Эти пока что хранилища, которые остались, вот эти три, будем держать пустыми временно. Так что давай, чини потолочный светильник. Не успел я посмотреть, сколько он ремонта требует. Ну, скорее всего, там порядка одной-двух единиц сплавов металла, что не критично совсем. Стеллажи вот-вот уже будут готовы. Замечательно. Ух, хорош. Так, что тебе у тебя? Блин, к сожалению, новая порция кирпича еще не готова. А ты не мог бы включить электропечи. Батарейка немного зарядилась. И доплавить эту партию нам хватит. Управляй горными, а мы пока разметим тебе новые постройки. Это будет кирпичная комната. Вот до сих пор 128 плиток. И обязательно нам сюда нужно воткнуть с вами, естественно, металлическую дверь. Просто потому, что мы можем себе это позволить. В качестве напольного покрытия мы будем использовать с вами кожаный ковер. Ничего себе, а 40 единиц нам хватит. Ах, 42! Блин, ну как же так, а? Ну почему 42? Блин! А мы по-хитрому поступим. Мы выберем вот этот вот кожаный ковер. Отменим. И каменную брусчатку вот здесь вот по центру воткнем. Шикарно. Я все придумал. Я все решил. Не хватает материалов. 26 кирпичей. Ничего страшного. Сейчас хватит. Далее. Выбираем свет и тепло. Потолочный светильник. Раз светильник. Два светильник. Также выбираем настенный какой-нибудь. Вот здесь его разместим снаружи сарая. И у нас будет ультра-современный сарай. Просто шикарный. С ног сшибательный. Блин, а ты чего не перекусил-то, Пафнутий? Почему ты до сих пор голодный ходишь? Тебе прям принципиально важно это все сейчас построить. Может быть ты перекусишь и ляжешь спать? Предварительно, естественно, обжигая кирпичи. Падающая звезда. Метеорит с длинным следом пронесся в небе и упал недалеко от лагеря. Это может быть небольшой обломок или настоящий метеорит. Ничего себе. Управляй электропечью, собирай кирпичи. Вполне возможно, что... А, ну да, не хватает шесть штук нам. Блин. Ну, заправь на ночь горны тогда. Я тебе предлагаю заправить их на ночь оба. Топлива тут хватает. И вырубай тогда печи, чтобы батарейка заряжалась. Далее кушай и ложись спать. Ну, в принципе, уже три часа ночи. Немножко опаздываем, конечно. Проснулся, перекусил, отдохнул. Все хорошо. Да, во время перемотки, я не знаю, по-моему, было заметно. Но на нас напали тараканы и рогатые насекомые. Они все без дальнего боя. Поэтому я скипнул. Просто включил турели. Их размотало. И все стало замечательно. Пока Пафнутий достраивает стены. Ой, погоди. Нам кажется, необходимо еще порцию кирпичей обжечь. Нет? А нет, все, есть. Все, Пафнутий. Давай на паузу вот это вот ставим. Строй дальше. Настенные светильники. И здесь светло, и здесь. Возможно, кстати, настенные светильники и с этой стороны стоит поставить. Но посмотрим впоследствии. Блин, кожаный ковер классно смотрится. Дальше. Что нам необходимо? У нас есть раз, два, три, четыре больших стеллажа. Поблизости мы с вами обязательно оставим. Вот здесь вот отменим все. И здесь будет руда. И, пожалуй, пока что, пожалуй, все. На соседнем стеллаже, вернее, вот на этом, мы разместим с вами. Попробуем. Хотя нет, здесь руда не нужна. Здесь будет жидкое топливо вместе с рудой. Вот так вот. В перемешку. Вряд ли у нас будет прям экстра много этого всего. На этом стеллаже мы разместим зерно и шлепоцветы. На этом стеллаже мы разместим с вами всю необработанную ткань, кожу и волокна. Пускай здесь это все хранится. Ничего с этим не будет. Вот, далее, на этом стеллаже будет вся электроника. И я, кажется, забыл добавить силикон, да? Да, точно. Пускай силикон лежит и вот здесь, в том числе. Зерно и грибы здесь, по-моему, всего хватает. Все замечательно. Давай, Пафнути, достраивай эту красоту. Так, далее, пока Пафнути здесь все переносит, нужно не забыть поставить две металлические опоры РЭП, а также еще один граммоотвод и перекинуть дизельные генераторы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, допустим, вот эту опору мы перекинем вот, блин, не хватает ей, да? Вот сюда. Блин, обалдеть, он спать лег, а... Вернее, сел. А тебе прям тут, что ли, надо спать? А че ты как-то вот, ну, кровать там есть, нет у тебя? Призвать, отозвать, идет спать. Куда пошел? Неясно. Агрессивные животные, девяносто штук. Летающее насекомое, огромный богомол и раздутое насекомое. Переросток, ну, конечно, а почему бы и нет? Копировать и еще один дизельный генератор, иди построй. Обалдеть, Пафнути, и вот это мы с тобой влипли. Я че-то пока строил, у меня была такая цель, такая цель. Блин, да нафига ты его прям сейчас переносишь, не надо это тебе. Блин, ты можешь его построить? Че ты делаешь? Чтобы железобетон нахватило на... Вот, молодец! Теперь построй металлическую опору лэп. Блин, их реально девяносто, с ума сойти. И иди сразу, наверное, включай переключатель питания. Встретим этих негодяев с боем. И еще успеем построить громадвод. Ух ты, ничего себе! Так, а где они вообще, кстати говоря? Девяносто этих негодяев. А ну-ка, давай Пафнути. Призвать. И стой пока что. А мы посмотрим с ребятами. Вот это орда летит, летит, летит. Ну, у нас турели в готовности. И поехали. Блин, ну, в принципе, лазерное шоу. Неплохое. Их уже 70. Менее 70 уже, в принципе. Блин, урон получают. Да, ребятки, смотрите. Все равно лазеров нужно в разы и в разы больше. Мы, конечно, быстро справляемся с летунами. Но турели успевают получать серьезный урон. Так, ракетницы пошли в ход. Чем больше летунов, тем дольше они живут, тем сильнее они наносят урон по турелям. Все, летуны в минусе. У нас есть кто-нибудь с дальним боем? Нет. 205. Вот я видел так, 122, 250, 205, 170, 225, 61. Одну турельку почти уничтожили эти летуны. Ничего себе. Блин, оно того, конечно, стоило. Я уверен, да. Вот то, что я отвлекся на сарай. Ой, Паш, ты уже пошел громад вот строить. Ну, ладно. Так, давай, давай, давай. И не чини турелия, иди отключай переключатель питания. 90 летунов мы уже можем выносить. С существенным, конечно, уроном по постройкам. Но зато, ребята, вы посмотрите, какой сарай, какой склад. Кирпичный сарай, блин, у кого-нибудь в деревне был кирпичный сарай? У меня просто деревянный был. А теперь у меня в игре хотя бы, но есть, блин, кирпичный. Обалдеть. Есть крафтовая зона. Зона портного, зона верстакама, сладовильня. Здесь мы еще можем по краям с вами разместить одинарные стеллажи для чего-либо. Здесь вообще можем сделать сплошной, не знаю, морозильник, блин. Или чисто для зерна вот здесь вот сделать, чтобы давить масло, недалеко было ходить и так далее. Блин, ну вообще кайф. Раз, два, три, четыре, пять, шесть турелей лазерных и две ракетницы. Да, мало, блин. Нужно больше склеек, нужно больше ресурсов накапливать, расширяться и ставить лазеры. устраивать лазерное шоу. Да. Ну, в принципе, за эту серию достаточно много мы и так сделали. Сарай, конечно, будьте здрасти. Не очень только мне нравится расположение опор лэб. Как-то все не сильно симметрично. А можем ли мы между турелями? Не можем. Жалко. Хотелось бы мне вот такую вот симметрию сделать. Но, к сожалению, не получится, если здесь будет турель стоять. Блин. Ну, а что поделать-то? Можно, конечно... Нет, не вариант. Ну, ладно, потом подумаем. Что ж, ребятки, серия вышла продуктивная. Теперь у нас есть сарай. Отбили несколько нападений. 90 летунов, между прочим, мы теперь выдерживаем. Правда, у нас дефицитик металла. Пообразовывается, нужно больше добывать. И забивать склад ресурсами. Теперь есть много места. Комната теперь не будет тесной. Наконец-то! А здесь вот разместим еще всю электронику. Жалко. Вот, наверное, в следующей серии еще солнечную панель воткнем. И вот батареечек бы хотелось бы. Штучки 3-4. Ну, ладно, посмотрим. Большое спасибо вам, ребятушки, за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про ссылку на русификатор в описании. Всем вкусного чая и добра!